Всем еще раз здравствуйте! Продолжаем честный обзор отелей. В предыдущем видео мы говорили про отели Sunrise Diamond, в этом видео говорим про Sunrise Arabian. Это честный обзор отелей с Аллой Глэвей. Да, здравствуйте! Продолжаем говорить про пятизвездочные отели Шарм-эль-Шейха, Sunrise Arabian Beach, наверное, один из самых спрашиваемых отелей в сегменте выше, чем эконом пятизвездочные отели. Не назову его лакшери, но то, что однозначно пятерка повыше, ну, мэйби ближе к Deluxe, могу. Что, собственно, хорошего? Территория огромная, красивая. Да, она тоже, как находится гостиница, немножко на возвышении. Есть спуск по ступенькам и просто по склону, но по территории, учитывая то, что она не маленькая, ездят всегда штелбасы. Много остановочек, они не прям там ходят по расписанию раз в полчаса. В принципе, по насыщенности, в зависимости от сезона, налаживается, скажем так, транспортировка жителей. И, понятное дело, если много людей, то он курсирует там каждые несколько минут. Опять-таки, на остановочках есть телефончики, можно покнопать и попросить приехать либо из номера. Так, что на самой территории? Территория ухоженная, большая, красивая, несколько бассейнов. На каждом уровне, вот оно идет тоже каскадами, территория спадающими к морю, на каждом уровне есть бассейны. Корпуса, ну, стандартное вообще построение египетских отелей, это всегда стандартно, это идет буква П, обращенная к морю, либо подковой, и вся территория, соответственно, находится внутри, между корпусами. Корпуса двух, по-моему, или трехэтажные, мы жили на первом этаже, очень удобно с детками просить первый этаж. Это терраса, это удобно, ребенок себе выбежал, возле террасы сразу травка, то есть, ну, как бы сел, поигрался, правда, очень-очень здорово. И часто рекомендую эту гостиницу именно с малышами тоже, потому что я первый раз в этом отеле была, когда дочке была полтора года, даже года четыре, и ей было что кушать, то есть, все питание, которое я с собой привезла баночное, я практически все увезла обратно, и баночные, и кашки, которые собиралась разводить, потому что фрукты, йогурты, вареные, макароны, ну, все, все, что можно, в принципе, придумать, дать ребенку, да, после года, когда, ну, уже, как бы, да, есть какое-то другое питание, кроме груди, то это действительно пожалуйста. В отеле много отдыхает всегда и арабских людей. Вот если в предыдущем Сан-Райсе, вернее, в Ренессансе, я не сказала, там много Европы, да, здесь достаточное количество арабских людей, но, опять-таки, сами понимаете, если говорить о цене, а я озвучу немножко позже, и это небюджетный вариант, соответственно, уровень арабских людей, он тоже уровень, да, то есть люди, которые имеют деньги, они, соответственно, часто ведут себя лучше, выдержанные, уступчивее, то есть, короче говоря, ехать можно. По бассейну, бассейн есть детский подогреваемый, есть обычный подогреваемый, детская площадка на пляже, ну, тоже буквально пару качеля, горка, ну, такое, хотите, не хотите. Ну, ты приближаешь его к делюкс, по каким вот оно ближе, потому что такое? Наверное, все-таки по питанию и по сервису, и по номерам, начнем с того, что здесь, опять-таки, номера, здесь нет стандартов, здесь супериеры, и они тоже большие по квадратуре, очень часто номера, если они есть в наличии, что мне нравится, по прибытию, если два взрослых плюс два ребенка, дают двухкомнатные, да, они не идут, вот прям, как все привыкли, гостиная и номер, здесь получается вот так вот, если войти по коридору, один номер, потом второй номер, ну, и как бы вот общий коридор, то есть первый идет просто как комнатка, а второй уже вот со столом, с зеркалом, стульями, да, и дальше терраса, то есть в любом случае, ну, номер по квадратуре больше, соответственно, мебель уже покачественнее, дальше, если говорить про питание, все понимают, что себестоимость, да, опять-таки, каких-то итальянских макарон и обычных тоже есть разница, вот, наличие тех же фруктов, мяса, морепродукты есть практически постоянно, рыба, мясо не один, два, ну, рыба, два-три вида всегда практически есть, вот, поэтому тут еще идет акцент на питание, плюс ко всему в отеле, если уже продолжать тему all-inclusive, это 24 часа в сутки, соответственно, конечно, есть бар, который работает, и что хотелось бы отметить, тоже рестораны, здесь, по-моему, 5 или сколько а-ля карт ресторанов, и все, вот, действительно, ну, как бы вкусно, то есть из того, что я тестила, я, правда, не все 5, но те, что туристы летают и ходили там, и, допустим, и в индийские, итальянские, в которых я не была, им нравится, опять-таки, уровень сервиса, подача, красота, да, вот, как бы блюд, потому что тоже есть разные, те же вкусовые качества, то есть, что в этом отеле вкусно, потому что, ну, даже я знаю, есть множество отелей, неважно, Египет, Турция, где наличие есть, а вкус, ну, как бы, непонятен, да, что касается, чего, анимации, да, номера, да, питание, да, анимация, 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 но, учитывая то, что как-то отель, вот, идет частями, да, по уровням, я не могу сказать, что я заметила там мега какую-то активность, но аниматоры здесь есть, они молодцы и носятся с детками, и есть, понятное дело, все по стандарту, что там, боча, теннис, акваэробика, тренажерные, это все есть, вот, но здесь зависит больше от того, как вы хотите, но анимация работает, она веселая, то есть, те, кто активно участвует, в принципе, имеют хорошие отзывы, у нас недавно съездили в этот отель пара, как ни странно, сколько бы не акцентировали внимание на том, что гостиница достаточно семейная, вот, тем не менее, они вернулись очень довольны, их, им как раз порекомендовали их друзья, у которых детки, вот, и они были довольны, говорит, мы с утра, с утра замечательно были у бассейна, потом были на море, потом играли в теннис, потом ближе к вечеру идет обучение сальса, бочата, девочка плясала, ну, то есть, как бы, в принципе, несмотря, ну, я имею в виду, училась, я имею в виду к тому, что людям без детей тоже было достаточно комфортно в этом семейном все-таки отеле. Сколько? По цене 1930 долларов, это два взрослых и ребенок 8 лет, опять-таки, неделя на начало декабря. Вот, да, я понимаю, что сейчас будут комментарии, это не дешево, вот, из того, что хотелось бы еще сказать, есть тоже бассейн, который релакс, есть несколько горок, который с детками, опять-таки, почему-то с холодной водой, вот, по-по-по. Ну, в принципе, давай подведем итоги, ты, я так понимаю, что рекомендуешь. СПА, СПА, я думаю, что-то я еще забыла, да, есть еще СПА, не тестила, ну, мне кажется, все как обычно, да, вот, но акцента прям на ВАУ тоже нету, еще в номерах тоже очень важно, ну, мне часто, когда ты едешь там с ребенком, да, вот 105 ваулов, здесь куча принадлежностей, от там зубной щетки до каких-то спонжиков, еще чего-нибудь, ну, это, правда, удобно, не обязательно тащить что-то лишнее с собой, поэтому причисляю, собственно, к делюксу, то я тебе перечисляю, почему. В итоге, если подвести их, то территория большая, по пляжу я еще не сказала, пляж широкий, несколькими, несколько частей, прошу обращения. У меня все, как всегда, у меня не бывает эфиров без звонков, значит, по пляжу входа, вот, для детей нету, но есть большой секрет, о котором можно знать с первого дня, не обязательно найти его где-нибудь на 4-й или на 10-й, рядом находится отель Сутон Гарденс, в котором есть замечательная лагунка, в которую все замечательно ходят купаться с детьми, поэтому, ну, там нету никаких ограждений, просто по цвету полотенец лежаков понятно, что это другой отель, и, в принципе, я думаю, там всегда есть люди, которые сидят как грибы, куча детей, поэтому, собственно, и выбирают, потому что есть где поплескаться ребенку. Итак, территория большая, хорошая, несмотря на то, что эта каскадная гостиница курсирует достаточно часто шаттл по территории, соответственно, пешком я, например, на пляж ни разу не ходила, учитывая то, что мы жили возле рецепшн. Бассейны подогреваемые есть, с рыбами здесь неплохо, не могу сказать, что вау, но не две рыбки, то есть неплохо, вот, ну, и, собственно, у инклюзии в 24 часа в сутки, и по анимации, даже если вы едете вдвоем, есть чем заняться, несмотря на то, что отель семейный. Поэтому, если говорить о рекомендациях, Глыва рекомендует. Спасибо всем огромное за эфир, ну и до следующих честных обзоров. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hot-tour.com.ua. Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!